Нервы на пределе, ребята. Коты. Вот вы только что коты радуете. Так будет красиво. Рыжие. Видите, вот это все коты стоят. Такие вдоль всего участка. Котики. Нервы на пределе. Погода шикарная, знаете. Не холодно, не жарко, не тепло, не сыро, не ветрено, не сухо. Дай боже, силу не применять. Силу. Коляска такая с меховым воротником. Видите, меховой воротник. Иди смотри беседку. Нина, интересно. Что? Пошли, Леша, собираться. Беседки, смотрите. Пошли. Дай боже, силу не применять силу. У меня же нервы на пределе. Да? Угу. Ты уже бачишь, да? Ой, да бачу. А башки ехать. Уже телевизор работает, это хорошо. Так он ничего не делал. Нажал один, второй, как вы включали, вас не включила. А он сразу. Черт, и че отключил. Я говорю, это, Мариночка, я говорю, он ничего не делал. Он только зашел, ничего этим пультами не делал. Ну, видите, выиграл вам, что надо. Ну, да, ребята вчера включали, ничего не получили. Может быть, в том номере кто-то сбил там что-то. А, да. Так что, одевайтесь, не хотите. Я подышу чуть-чуть. Не, вы оденьте курточку и садитесь. Проеду, может, кинок подкрепостной. Слушай, я заказываю уже, едем, да? Ну, да. Туда, куда я сказала, едем, да? Да, да. Вот хорошее место вы подобрали, Марина Ильича. Ну, почему, я просто, я тут нет, но поснежники собираюсь, понимаете? Поэтому я тут помню. Вы тут живете, поэтому вы в эти места в наиболее подрабатывали. Вот, когда в школе даже учили. Да, я хоть самая большая карка, где вы живете, вы то место хорошо обрабатывали. Нас когда куда-то везли, мы все время баловали в школе. Вышли из леса, вы были. Можно застанем, что и подснежники будут. Ну, скоро будут. Мама, куда из сказки о подснежниках? Послала патчериц. Все, все. Все наказывает. 10-30 анализов в понедельник. Ну, не, раньше поедешь. Ты поедешь, а потом анализы тебе будут догонять. В Хавлограде брать. Поэтому я сегодня даже боялась таблетки пить. Думаю, может, сегодня будут брать. Терпела, пока вы не пришли. Я приехал весь мой номер, чтобы лежать к интернету. Тут Wi-Fi роутер. Видите, сбоку висит вот. В этот номер вам принесут накроет обед. Хорошо? Хорошо? Если вы, наверное, тебя давно заснете, вы что-то... Постучатся. Так вы, может, не услышите. Там был вчера только вам стучал в дверь. В двери театра, понимаете? Мы только пошли по гулям. Поэтому вы или как-то в губильник себе. Вы не умеете в губильник? Нет, нет, я не завожу. Я так... Возле меня стоит... Надо будет позвонить, наверное, да? Да? Если ты захочешь проснеться... Она на еде. Такая вкусная кухня тут хорошая. Мне так понравилось. Все, такие десерты хорошие, такие порции. И борщ вкусный. Я не очень люблю борщ, где попало. А вот здесь прям похож на мой борщ. Мне понравится. Это редкость. Когда борщ нравится. Ой, красивая какая, боже. Ой, она трехцветная кошечка. Кошечка трехцветная. Вот такая радость жизни. Котики. Дураку 40 лет. Винка за кошечками бегает. Здравствуйте. Здравствуйте. Смотрите. Кошечка трехцветная кошечка. Вон она пешла. Кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс-кс. Ты красавица прибегла, прибегла, ты не боишься. Да, это девочка, девочка тигрица такая, какая красивая. Кошка, кошка, коты не бывают. Ой, красавица, ой, ты красивая. Ну, кошки как проститутки, мне коты больше нравятся. Ну, потому что кот гордый. Кошки такие, как лиса. Иди, зайка, иди, все равно ты красива. Все равно ты красива. Все равно ты красива. Конечно, видишь, сразу прибежала, это показатель. Когда живот не боятся, это значит, что обижают. Магазины вшугают или еще, смотри, как красиво. Вот именно трехцветная. Белая, черная и рыжая. Капитальная, трехцветная, не с намеком. Но это счастье приносит такие кошки. Настаток, счастье. Ну, я специально не завожу, если завелось бы. Не завелось бы, как таракан. Не Томаса с головой. Красиво, красиво, конечно. Красиво, видишь, в таком цвете, как, не знаю, цвет морского. Вот такое, да. Главное, пластмассовые коты, круглые, да? Угу. Если рождается трехцветный, значит, однозначно кошка. Ну да. Коты такие не бывают. Хотя я видел, где-то кота трехцветного тоже. В принципе, не может быть. У них так не складывается. У нас в подъезда был. Кот трехцветный, может, четырехцветный. Ну, может быть, там, как из четвертых. Ну, весна уже, все. Коты подзорили травку. У них ничего не едят. Красиво. И не боится, значит, не обижают ее тут. Ну, хочу обижать тут. Уже люди не те, что обижают. Да? 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 Ну, ты ж не знаешь о той кошке. Ну, я тоже погладываю уже. Да? Конечно. Первым, конечно. Нет, сейчас я дам салфетку. Баради бога. А потом ложь к тебе. Марина, пошли. Пошли, мне. Уже погладываю, уже поздно. Пить боржовый, когда почки выпали. Тебе точно не холодно будет? Не, мне жарко. Ну, уже вечер. Ничего страшного. Вечером по улицам сильно не было. А, это что, душевые или что? Нет, это у них типа вот такой. Сауна? Сарай. Сарай? Нет, у них есть вся турецкая сауна. Кстати, у нас ходит туда по часу. Ну, я где-то там покажу подъем в бассейн, я хоть 3 дня от него отдохну. Ааа. Вот я уже просто воду. Ну, долбала. Там бассейн. Сауна бесплатно входит, да? Да, в наш пакет входит час сауны или массаж спины. Можно было маму отправить на массаж спины, но ей, к сожалению, нельзя эти процедуры. Нельзя, да. Поэтому... Виннохозяин всего заведения любят котов. Почему коты? Вот у всех какие-то там непонятные... Вот почему? Они же не продаются. Видишь, они сделаны... Нет, понятно, что это не на продажу. А вот почему... Да, в смысле... Под заказ сделаны сюда. Ну, а почему коты? Любят котов просто? Ну, это предпочтение, да. Любят котов, что на даче коты или как? Ну, такие предпочтения. Как будто он тёплый, да? То есть, как будто вокруг него идёт тёпло. Ну, коты такие, как полусобаки. Да они просто круглые, как бегемоты. Здоровые такие, ага. Ну, это барсы. Ну, да. Это барсы. У нас коты сытые, да? Да. Ну, вот видно хозяину нравятся коты или хозяйки. Мне кажется, хозяйка на хозяина надавила и сказала оставь котов. А вы не хотите собак. А вы не хотите собак. Где на тыке? На тыке. Не хотел бы, хотел бы от него отстали. Да. Не, ну интересно. Мне нравится, да, такое место вообще. Слушайте, Део серого цвета. Такие, как бутылочки. Это, наверное, что-то наливается туда, да? Как графины. Красивые. На барахолку пришлю. Мы просто хотели приглашать. Варьковскую. Я хочу посмотреть. Тут тоже дырочка. Уже девочка. Ну, а то зайчик, а то дырочка. А там картина внутри. Вторую не надо толще. Вторую не надо, да. Ну, может она понадобится потом. Ну, может она понадобится потом. Вот нужна там. Да, страдиварь. А там картина внутри. Да нет. Меня интересует. Так, подожди. О, это кто такая? Это на дереве. На дереве девочка неся мальчика. Это Аленушка бежит от диких лебедей, по-моему. Не хотела изнасиловаться. А что тут? О, это какая-то женщина. Это моя. Это женщина или мужчина? Ну, сейчас. Что с ним не так? Так. Какие это год? Это женщина. Лёся. Что они? Нет. Ага. Барок. Это кто еще это? Это сестра-то. Это синева чулка-барок. Подружка? Нет. Это мне не нравится. Она старая. Но она не то. Совсем масло не то. Понимаете? Не то масло. Она должна выйти на человека. Она не то. Она не то. Она. Сейчас дайте. Кисаку. 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 Вот еще картина. Вот еще картина. Да. 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 Все. Все на фанере. Все на фанере, ребята. Я уже понимаю просто. А где еще картина? бабу видели на видео это увидели это тоже видел это и это увидел да и вот это увидел не менее нравится а я какой нужен сюжет ну типа вот такого вот как девочка у-то но на фанере мне не нравится на холсте надо да давайте на вайбер я может вам с дома скину у меня есть сюжет хороших украинских уток внутри олимпийский мишка как все это ж надо такое тяжелый такой до олимпиаде остались людей еще смотри какая прикольная эта штука на веревочке у лёша есть домино дедушка играл такое было у меня того лишь и сразу определить какого размера как конверт мальчик на холсте нет у меня такой у меня есть у меня есть такой же покажите удивитель нет я не буду удивлять я себе купил просто елка ну я видел меня такой нет ну и она я купил ее за 800 лет уже коллега не ля муромец на коне так цены на интересую кошка такая там типа лермонта в плаще стоит так цешую за картину за меня интересно шутся за холст и масло холст масло на холсте где аут можно сюда встать а шутся акварель чешу да наверно а масло вот это да масло и вот это тоже собаке с лошадьми целуются шутишь что тут за сюжет женщина рачки куда слезы дать их один на лодочке чешу есть украина у меня ага ну где линника кто это линник а это украина до обе чем-то кто нарисовал непонятно написано нету там есть у меня сюда революционная поляк оде таки народная творчество деде вот это да можно глянуть а это шо или амуромец не это казаки а шестом и касс война чешу поляки богданской лифте на шляпка такая старенькая это она это сама понятно уже старюча вот я помню как я приехал я был поражен тем что грязная река я был просто поражен да и вот я вам скажу что все хорошо да там непонятно что все хорошо в харькове очень много кернет сделал для города очень-очень много но почему-то речку от эту не могут привести и сделать ее облагородить чтобы это было вообще фейерверк тут я не говорю что плиткой выложить но почистить засадить может чем таким-то новыми деревьями чечем она красиво шона девственно но вот эта грязь в реке это же действенности не имеет ничего общего действия как объяснение чтобы это выстрелся сюда ну так а как не шо ты это центре города река ну как так даже не забытое богом место это первая столица не на ту сторону тоже самое не река что-то устрасте